Приветствую друзья, на связи Андрей Жариков и в данном видео мы продолжаем анализировать работу форекс робота Гамильтон. Как я уже неоднократно говорил, на сегодняшнем рынке инвестиций можно увидеть две основных группы. Первая группа, которой, пожалуй, можно отнести большинство компаний, это проекты или хайпы с легендой, которые, по сути, работают по пирамидальной схеме. Первые зарабатывают за счет последующих, но чтобы не выглядеть пирамидой, придумывается некая легенда, что якобы деньги инвесторов работают на финансовых рынках, будь то криптовалюта, рынок форекс, бинарные опционы или где-то еще. Но есть и реальные финансовые компании, и встает вопрос, как отличить одно от другого. Но самый надежный способ увидеть, это если компания действительно предоставляет какие-то доказательства своей деятельности. В данном случае вы видите за моей спиной платформу MetaTrader 4, которой пользуются трейдеры для работы на форексе. Для тех, кто не в курсе, Форекс это рынок иностранных валют, один из крупнейших финансовых рынков, оборот которого составляет 5,3 триллиона долларов в сутки. И, как вы видите, вот она платформа. На данный момент открыто две валютных пары доллар и иена и евро-доллар. И если я прокручу ниже, обратите внимание, что здесь совершаются сделки. Какие-то из этих сделок сработаны в минус, какие-то сделки сработаны в плюс. Но самое интересное, что я сам эти сделки не совершаю. Эти сделки совершаются форекс-роботом под названием Гамильтон. И в данном видео мы как раз сделаем обзор результатов этого робота. Всегда следует помнить, что высокая прибыль связана с высоким риском. Никогда не инвестируйте больше, чем можете позволить себе потерять. И предыдущие доходы не являются гарантией доходов в будущем. Сейчас мы с вами смотрим результаты работы робота Гамильтон на счету моего вышестоящего партнера Сергея. Счет начинался с депозита 501 доллар. И за 5 недель робот сделал доходность, сделал прибыль 600 долларов. Что в итоге составило 119,84% прибыли. Причем обратите внимание, что 500 долларов при этом Сергей вывел. Кто-то может сказать, зачем нужно было выводить, если можно было эти деньги оставить. И робот бы с ними тоже работал. Дело в том, что робот Гамильтон заточен именно на работу с суммой 500 долларов, ну или может быть немного больше 600 или 700. Нет никакого смысла держать, например, суммы там в 1000 долларов. То есть, потому что робот изначально создавался для работы с небольшими суммами. Это счет другого партнера. На депозит 500 долларов робот сделал прибыль 237 долларов или 47,45% прибыли. На этом счете первоначальный депозит составлял 502 доллара 79 центов. Робот сделал прибыль 115 долларов, что в итоге составило почти 23% прибыли. А вот это мой собственный счет, который начинался с суммы 454 доллара. Робот сделал прибыль 203 доллара 53 цента, что в итоге составило 44,8% прибыли. А вот это счет еще одного партнера, который начинался с депозитов 601 доллар. И робот сделал прибыль 420 долларов 56 центов, что в итоге составило почти 70% прибыли. Ну или, если быть точным, 69,98. И, конечно, в данном случае мы ведем речь не о хайпе с легендой, а о реальной торговле на рынке Forex. И средства, с которыми работает робот Гамильтон, находятся не у создателя робота, и он не может с вашими деньгами сбежать, а они находятся на вашем счету в брокерской компании. Причем брокерскую компанию вы выбираете сами. Если вдруг в какой-то момент вам что-то не понравится, вы можете робота остановить, а средства с вашего счета вывести. Повторяю, что создатель робота ваши деньги никак не контролирует. Все, что он только делает, предоставляет вам робота для работы с вашими финансами. Вообще компания предоставляет два робота – Гамильтон и Бенджамин. В чем принципиальная разница между ними? Гамильтон изначально создавался для работы с небольшими суммами, например, 500 долларов или 600 долларов, что-то около этого. Бенджамин может работать уже с более крупными суммами, рекомендуется от 3000 долларов и выше. И, как объясняет создатель данного робота, Бенджамин по сути является искусственным интеллектом, в который заложена функция хеджирования. Суть заключается в том, что Бенджамин 85% сделок делает в плюс, но 15% сделок, которые, если он видит, что сделка получится в минус, он мгновенно в ту же секунду открывает хеджирующую сделку, которая компенсирует потерю и выходит в ноль. Таким образом, получается, что 85% сделок плюс и 15% сделок ноль. Бенджамин дает доходность, ну, ориентировочно от 10 до 30% в месяц. Гамильтон, как мы с вами видели, дает более агрессивную доходность, но и риски при работе с Гамильтоном тоже выше. Наверняка вас интересует ценовая политика. Сколько данное удовольствие стоит? Первая лицензия стоит 199 долларов первоначальный платеж и в дальнейшем 145 долларов ежемесячно. Оплата лицензии идет с банковской карты Visa или MasterCard. Кто-то может сказать, что это слишком дорого, я не потяну. Ну, давайте рассуждать. Если робот на вложенные 500 долларов, к примеру, способен сделать 50% прибыли, мы заработаем 250, а значит абонентская плата покрывается и у нас еще что-то остается. В некоторых случаях робот делает прибыль даже и больше. Кроме того, есть возможность пригласить трех клиентов, то есть порекомендовать данного робота трем другим людям. И в этом случае мы за робота уже ничего не платим, то есть абонентскую плату уже не оплачиваем. Фактически работа робота обходится нам бесплатно. При желании дополнительно к одной лицензии можно взять еще две дополнительных лицензии, и они обойдутся уже в два раза дешевле, 70 долларов и 70 долларов. Фактически можно взять даже трех роботов, три лицензии, и они нам будут обходиться 285 долларов в месяц, но при этом у нас будут работать сразу три робота. Вы можете спросить, я сейчас говорю о Гамильтоне или Бенджамине, на самом деле без разницы. Вы можете взять хоть три Бенджамина, хоть три Гамильтона, хоть один Бенджамин, два Гамильтона, без разницы. То есть лицензия относится к любому роботу, которого выпускает компания. Чтобы приобрести данных роботов, обращайтесь к тому человеку, который дал вам ссылку на это видео. В следующих видео я буду и дальше анализировать работу робота Бенджамин и Гамильтон, поэтому следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго! Global Star Club. Возможности безграничны.